Участок заводского шоссе от дома 14А до проезда Мальцева скоро начнут асфальтировать. Рабочие начнут укладывать здесь нижний слой дорожного полотна. И хотя это требует приостановки движения, водители не должны почувствовать неудобств. Представитель подрядчика рассказал главе Самары Елене Лапушкиной, которая приехала на объект с проверкой, что строители организовали объездную дорогу. Пока она грунтовая, но в ближайшие дни ее отсыпят асфальтной крошкой, чтобы машины в случае дождя не застревали в грязи. Крошка дорожная цифра, завезли тысячу тонн крошки сюда специально для этого. Сейчас Олег занимается этим вопросом. Представители общались с нами всем, они сказали, что покрытие надо изменить. То есть я взял на себя обязательство, крошка дорожная цифра. А там у нас протяженность какая будет эта дорога? Объездной вы имеете? Да. Там порядка двух километров. Активные работы ведут и на небольшом участке заводского шоссе 22-го партсъезда до проезда Мальцева. Здесь рабочие заканчивают перекладку коммуникаций. Водопровод и ливневую канализацию уже перенесли на проектные отметки. Осталось переложить перпендикулярные пересечения с водоводом и хозяйственно-бытовой канализацией. Это сделают в ближайшие дни. Однако для выполнения работ придется временно на пару недель перекрыть движение транспорта. В ближайшую неделю, буквально на днях, будет опубликовано постановление администрации города о перекрытии фрагментарном движении, как мы говорили. Это будет как раз таки перекрытие напротив торгового центра. Автобусный транспорт будет пущен не на 22-й партсъезда, а на улице Аврору временно, до 1 сентября. По контракту все работы по реконструкции участка заводского шоссе от Авроры до 22-го партсъезда должны завершить до конца октября. За оставшееся время подрядчику предстоит еще уложить верхний слой асфальта, нарисовать разметку и установить дорожные знаки и светофоры, обустроить тротуары и газоны, а также сделать освещение. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.